здравствуйте это канал максимадзе и мы продолжаем играть в gta 5 короче что мы сегодня будем делать сегодня мы пойдем к дэвину уэстона о сообщении от дэнис как ты обращаешься со своей тетей я ты не приходишь домой беспокоить думать тебе позвонить но ты никогда трубку не берешь я решила узнать выяснилось ты что теперь ты живешь воинут hills где тебе не место он бы зайти пообщаться ну просто чтобы знал сообщаю что ты была в пустыне иди в жопу так также мне прислала сообщение не какая-то там молли шульц посмотрим ваша встреча с дэвина уэстоном на его новом проекте вальте на power street подтверждена пожалуйста не опаздывайте и будьте готовы немедленно приступить к работе молли шульц это насколько я понял адвокат дэвина уэстона а это это ограбление которое мы недавно провернули погодка сегодня противная сыра но ничего вызываем такси едем гдэвину уэстону а не такси такси побыстрее уже едет спасибо за звонок я подожду вроде бы дождь закончился это радует это радует прям там где надо такси остановилась нет нет да нет же к дэвину уэстону давай насморк у меня до сих пор не прошел поэтому извините короче говоря прошлом прошли серии по gta 5 я вставлял еще музыку на фоне надеюсь она вам понравилась говорят идеальных и свиток атмосферу будет опять я ее буду почаще в своих видео короче себе представлен вот он в дэвину уэстон ему молли шульц походу о корич ты наверно от майкла иногда просветление это такая жесть но рад познакомиться да взаимно говорят и капитана возвращаешь имущество да у меня как бы небольшое хобби я забираю недооцененные имущество моих соотечественников и являю богатым китайцем который оценит его гораздо выше чё обрадываю своих так называемых друзей почему почему потому что у них есть того чего нет у всех остальных честно говоря я богат от и беден так что не задавай тупых вопросов как другу советую намасте намасте офигенная речь на тему преданности ооо ты наверно тот жуткий тип я тебя умоляю кто бы говорил ммм как делишки вы наденете форму дорожной полиции и ограбите двух богатых детишек которых я лично терпеть не могу зачем в азии мы продаем машины по хорошей цене просто сделайте и вам очень щедро заплатят ты опаздываешь ооо что здесь происходит ооо наконец-то сбудется твоя заветная мечта ты нарядишься полицейским исследовательская группа мистера Уэстона сообщает что мальчишки любят ездить по шоссе Сонара ну дело вроде не сложное двигайте вы двое погнали не знаю моя жизнь и так в полном дереве слушай я дарвинист порываешься кто-то процветает кто-то бедствует а ты похоже совсем с ума спятил это же твой шанс выбирай типа ты наверняка поднимешься наверх или уже достиг максимума ну мы похоже это выясним направлять из заправки насколько я помню ехать довольно далековато ну ладно в принципе то короче говоря давайте пока ехать я вам немного сообщу про детройт лёхо с канала чего хочу твой врачу он мой товарищ мы как друзья ютуберы рекламировали друг друга и вот именно он мне порекомендовал поснимать детройт become human вчера я делал вид серию сегодня тоже сделаю серию ну по крайней мере я очень сильно постараюсь сегодня сделать вторую серию игрушка в ней вообще фишка такая что надо думать о последствиях думать о том что нужно сказать другому и что произойдет дальше ну и не только сказать а вообще действия совершить там нет такой свободной игры как в GTA 5 или где-то в таком еще там чисто идут задания по порядку и просто выполняешь у тебя ограниченное пространство ну здесь там же фишка абсолютно в другом это опять по крутизне все равно останется круче я надеюсь с этим не поспорить никто привет фрэнк я почти там где должны быть эти чуваки у вас там в порядке что ну да более менее вид у нас конечно нелепый ну ладно до встречи мы перехватим вас на грейспид подгони туда эти хлопков и пусть жмут быстрее в общем GTA 5 она конечно круче чем эта игра но Detroit он сейчас интересует некоторых людей больше потому что GTA 5 она вышла гораздо раньше ее уже все давно изучили а Detroit вышел недавно его вот изучают люди поэтому то он собственно и блин придется разворачиваться вот мы приехали к заправке сейчас короче вот мы приехали к заправке сейчас короче он джо хочет погонять с нами без проблем гон гон очки GTA я не люблю но в принципе эта гоночка кто прилетит кто приедет первым в принципе не повлияет ни на что это так просто задание надо привести их к майклу и треверу чтобы он способность франклина давайте ее используем так нет выключить надо машин побольше ну ну блин недалековато от меня на самом деле но ничего мы их все равно догоним мая маякл и тревер наледились полицейских и мы должны и они должны арестовать этих двоих гонщиков за которыми мы собственно гонимся и а ее ускоряйся ускоряйся быстрее давай еще говорят что хотят чтобы я проходил детройт именно как сказать несмотря видео прохождение на youtube и сам не проходя в свободное время чтобы они хотят сами узнать как я буду так я буду решать о последствиях что будет происходить и так далее в принципе то я за кадром все равно проходить не могу потому что там нету в отличие от gta 5 или каких-нибудь других таких похожих игр слотов там только от мы подъезжаем будем через пару секунд так ладно вот они я тебе потом все расскажу они слишком далеко надо их догнать иначе мы их не остановим в общем подозреваемый выход в тоннель приду к офицер ти ведет как офицер темпени уже давно мертв на события этой игры детройте там один слот для сохранения получается то есть если нужно начать новую игру то старые старые данные ты уже потеряешь так сирены где только они полицейские мотоциклы достали интересно нам никто не говорит как тебя дела и там держись ага вот они я их вижу сейчас мы догоним главное не влететь ни в какую машину наше терпение будет только и ты их не отпусти и заряжают палит табе далеко они собрались честно слово мы уже объехали полуштатами фрэнк едет за ними кажется они хотят оставить его полиции да я поймаю этих козлов ой пропащие мы еще к вам вернемся байкер найди свободное место на обочине и остановитесь либо мы открываем огонь кажется они останавливаются остановитесь на обочине пока мы вам не открыли огонь остановитесь сейчас же пока я не открыл огонь наконец-то остановитесь здесь ой нельзя стрелять они тормозят похоже это наш шанс отлично я сбежать отсидел уже и напомним а они попали оу оставайся в машине с тобой я разберусь потом ты знаешь с какой скоростью ехала о нет офицеры не знаю стараюсь никого не ничего не вот нам показалось ребят комитет гонки решил устроить так что покиньте пожалуйста транспортное средство быстрее это точно необходимости вырезаем за ней руки за машину теперь давай выходи из машины быстро и что вы делаете мы должны все проверить выездили за издолбанной машины козел в сетях джеки гора давайте погодим по настоящему теперь так где неплохая только машины не поделиться так мы приехали с побитой тачки джентльмены я вас всех просто обожаю это просто фантастика пацаненок и два старых пердуна джентльмены загонять машины дайте-ка 5 5 еще раз 5 полу чувак давайте обнимемся блядь да брось сраные бабки у тебя да у меня старом с меня в облок но заказ был на пять машин а я а доставлено было только две давай-ка мне деньги быстро о да я испугался знаешь чё я из тех кто платит только за выполнение работы не любишь работать иди в жопу отсюда да ладно не кипитись что там на очереди зи-тайп чат моллиган проинструктируй моллиган вот сейчас разводится женой скрывается стене включая машину что наслаждает задачу незаметную слежку он заметит мы знаем что тачка в гараже так что придется вам все гаражи заглядывать но не совсем у нас есть доступ к полицейскому вертолету бортовой компьютер может распознать пешеходов по чипу в правах надо найти моллигана и проследить за ним до гаража кто-нибудь на земле ясно кто чем займется твоя помощь не нужна филипс будешь в вертолете клинтон на земле я не совсем понимаю суть ваших отношений а я не понимаю суть ваших отношений но знаете чё жизнь это одна большая загадка пока друзьям не падайте духом я свяжусь с тобой насчет соломона майкл но договорились ну да гараж закрылся они выехали недоработка одна в игре но ничего бывает война с законом так переключаемся на франклина и снова направляемся к дэвину вастину майклу нужно отдохнуть даже не заплатят за эту работу а а я могу такси заказать да конечно машина выехала отлично садись дэвину вастину давай опять дэвину вастину давай опять станьте так чтобы я вас видел да ладно ты мне подколол я разобрался чё разобрался с этой фигнёй которые лица распознают да справлюсь так загружается используйте джойстики чтобы управлять камерой и увеличением и она может опознать пешеходов которых производительские права за 2019 года если навести на них камеру сканер сверху с базой данных и загрузить досье попробуем сканировать моего приятеля блин чувствительность у неё не очень франклин клиптон эксгибиционизм какой нафиг эксгибиционизм ха 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 да фигня меня штаны чуть жопы просили хочешь чтобы я обсудил эту тему с представителем полиции да просто лети на хави нужный человек там я двину следом ты всё слышал хави куда только скажете ха 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 нафиг изгибиционизм нет меня тошнит от полиции лос-сантоса надо поближе подлететь туда но не все департаменты ангела на обвинение в расизме будешь заливать выброшу на трассу тебе понятно нас из программы помощи и хваты для меньшинства до который твоя дубинка раздает я пожалуй нет не надо много добились за последние 20 лет тебе повезло что я не могу одновременно управлять вертолетом и камерой прием мы знали позицию рядом с авиковиню как зовут чеда моллига я не могу их просканировать потому что в недосягаемости через крышу ничего не понятно просканируем сначала вот этих чудиков 5 плоды на уклонение от уплаты налогов нет это не то грэц шаус праздно шатание тоже не то мне вообще плевать на самом деле о подлети немного туда я не могу никак отсканировать нельсон страузер превышение скорости это нет подозреваемого здесь нет ладно возможно он паре кварталов к востоку понятно просканировать следующую группу целей шули фарбезиос сопротивление при аресте нет тоже не то это или запорки проституция тоже не то жозеф лог праздно шатание тоже не то это что у нас давай быстрее юсен старк экскибиционизм опять экскибиционизм какой нафиг экскибиционизм все вскорочи управление транспортным средством в пьяном виде чед малаган перевышение скорости подозреваемая поздно повторяю подозреваемый опоза видим чеда малаган транспорта нет поблизости ищем его гараж держи его в поле зрения будьте очень внимательны понятно вот это технологии конечно давай уже быстрее иди чед малаган так подозреваемый скрылся возможно придется скинуть пилот чтобы его стоить и погодить и сейчас вы выйдете из этого здания как неудобно мышку так передвигать туда сюда блин опять исчез вот он надеюсь он в машину садит да подозреваемый сон скажет что он открывает гараж отлично сейчас возьму машину ай козел о чёрт 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 держите зитая в поле зрения следуй просто за ними сообщаем не где он подозреваем был где он я не вижу его подозреваемый скрылся из поля зрения где же он машина едет на севель всем постам ага попался наконец-то вот он вот он едет он такие опасные движения дел боле тачку чуть не угробил а здесь гараж недалеко я помню на самом деле куда он соберется идти так я покажу ему как надо ездить видишь его подозреваемый снова в дель перо едет на запах так лучше велись он уходит в отрыв где он нарушите пересекает дорсит граев подозреваемый замечен рядом с офисом лайден вейдер он свернул в переволок дель перо кажется он заезжает гараж куда подевался этот козел подозреваемый скрылся в окрестностях многоэтажного гаража прошу о помощи наземные группы пилот опускай нас я хочу заглянуть в здание аккуратней аккуратней от этой камеры меня честно говоря качает я страшно злюсь когда меня качает я постараюсь так сильно не трясти о выходах никого подозреваемый внутри не вижу его пилот помогай где он это не он это точно не он офигенный фургон там находится вижу тебя смотри этаж видишь другой источник тепла да видите камеру на источник тепла стоит у машины в самом центре давайте посмотрим чем он занимается да стоянки из таких сущих говнюков как ты воняют нет слева от меня кто-то прислонился к машине это скорее всего тоже не он не мерзкий чувак но это тоже не наш рядом с гаражом слева от меня человек в машине съезд надеюсь это он надеюсь это тот кто нам нужен а вот и наш козел спасибо тебе тревор офигенный фургон рядом с нами о елик мистер клинтон да вы моли да у меня для вас машина дитя мистер уэстон будет рад что вы ее застали он хотел с вами поговорить перед отъездом мы едем лично гавы аэропортула сантос и передам что у вас галюгород 2 гелико 2 гелико еще один офигенный фургон и еще один офигенный фургон много офигенных фургонов вот еще один офигенный фургон и 2 3 гелико так синий москва из калпу синий синий стал стихом я как она изнутри она выглядит офигенно вот проезд У меня назначена встреча с Дэвином Уэстоном. Ангар мистера Уэстона находится слева. О, вот она! Нифига себе! Знаешь, если бы это была красота женщины, я бы нарушил правила. Я лично буду просто их водить. Ты меня знаешь? Их, наверное, с десяток сделано. Да не, не с десяток. Их ровно десять было. Прикольно. Ты, значит, один из тех... Ты хотел бы однажды ездить на такой тачке, реально? На такой? Или именно на этой? Ну, ты прям в точку, знаешь? Ты ведь не такой. Твои седые пенсионеры, а ты чёткий парень. Не волнуйся, тебе деньги обязательно будут. Сейчас жизненный урок. Тебе нужно открыть глаза и врубиться в ситуацию. Сечёшь? Я твой шанс, и я стабильный. С быстрой тачки и классные минеты. А эти два урода? О, просто олицетворенные несчастья. Будто вышедший из строя ядерный реактор. А ты стоишь рядом, поглощаешь, может, дозу радиоэкции? Поразмысливай. Сделай выбор, пока не поздно. Ладно, так и сделаю. Пока не поздно. Да-да, конечно. Береги попавшуюся тачку и уезжай нафиг отсюда. Откройте шлагбаум. Чёрный вертолёт. Миссия выполнена. Так. Дальше у нас пока ничего нету, да? Если я не ошибаюсь, тачек он заказывал пять. А мы доставили только три. Ну, ладно. Что нам ещё делать? Можно. Дорогие друзья, короче, в новостях тут появилась одна информация, что вот эта вот подруга Джонни Клебеца, Эшли Балтер, которую мы с вами видели, когда первый раз у нас появился Тревор, ну, точнее, во второй раз, в шестой серии первого сезона, короче говоря, она умерла с кем-то, с какими-то тут ещё четверми во время каких-то там оргий. Ведь наркотики, короче, привели её к трагедии. Ну, в общем, такие дела. На этом мы закончим эту серию. С вас лайкос, подписывайтесь на меня, пишите видосы, подписывайтесь на мой запасной канал, а также группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok